В конференции, которая поднимает острые вопросы развития высшего образования, принимают участие более 350 преподавателей различных вузов страны. Открыла конференцию ректор Международного инновационного университета Галина Берулава. Она представила собравшимся гостей из-за рубежа. Это чрезвычайный полномочный посол Швейцарии в России Пьер Хельг, директор Международного центра по изучению образовательных программ из США Артур Элис и профессор университета Гавра Пьер Руфини. Поприветствовал участников Международного собрания и определил направление в работе конференции заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы академик Михаил Берулава. Решению этих проблем нужен особо взвешенный подход, где на первом месте будут стоять не интересы чиновников, не интересы педагогического общества, а прежде всего интересы личности, интересы ребенка. Поэтому наша деятельность должна быть сейчас ориентирована на совместную интенсивную работу, прежде всего по предложению и внедрению новых теоретических подходов. Сейчас, когда школа дает возможность детям получать и базовое образование, и дополнительная задача высшей школы – поддержать ребят в стремлении получить качественное высшее образование. И не только поддержать, но и сделать шаг вперед. Мы говорим о ЕГЭ, критикуем его, перестраиваем. У каждого из ученых есть свое видение проблемы – почему высшее образование стоит на месте. Этой же проблемой озабочен и коллега из Америки. Сотни лет вузы США живут по одному и тому же сценарию, говорит он. Сочинский вуз, с которым он сотрудничает много лет, привлек его таким современным концептуальным названием. А чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в России, встречаясь со студентами различных стран, сделал однозначный вывод – российские студенты вполне конкурентоспособны. Сейчас, конечно, мир сильно изменился, но я считаю, что конкурентоспособность ваших университетов сохраняется и развивается. Замечательно, что университет, который находится в двух часах лета от Москвы, также занимается проблемой, связанной с инновационными технологиями образования. На конференции рассматривались результаты тех научных исследований, которые могут оказать вклад в совершенствовании системы высшего образования, чтобы интерес к обучению студентов год от года увеличивался и появлялась бы возможность для новых образовательных технологий.